Станция Александровский сад московского метрополитена не предполагалась как конечная. Более того, сначала в проекте первой очереди ее не было. И только когда стало ясно, что вилочное движение от Сокольников до Парка Культуры и от Сокольников до Смоленской долго не просуществует, было принято решение о строительстве этой станции под названием улица Коминтерна. Станция была построена на Воздвиженке, на ее пересечении с Маховой в рекордные сроки, чуть ли не за 6 месяцев, с боковыми платформами, так как проект тоннели менять было уже поздно. И открылась 15 мая 1935 года вместе с другими станциями первой очереди московской подземки. Открылась именно как неконечная станция на пути от Охотного ряда к Арбатской. В эфире Постметро. Сегодня мы посмотрим, есть ли шанс сделать Александровский сад не конечной станцией снова. Но сначала еще немного истории. В 1938 году, после открытия Покровского радиуса до Курской, станция Александровский сад стала работать уже в составе этого радиуса. Для этого были построены тоннели, которые делают довольно крутой поворот между Кремлем и Манежем и уходят на глубину к следующей станции Площадь Революции. А две ветви с еще более крутым поворотом к станции Охотный ряд стали использоваться только в служебных целях. Так бы, наверное, и работала станция Александровский сад на условной Филевско-Покровской линии, если бы не война. В 2 часа 15 минут ночи, как следует из архивных документов, в потолок тоннеля перегона Смоленско-Арбатская попала фугасная бомба. Погибло 13 человек, укрывавшихся в тоннеле от бомбежки. После этого советские власти решили строить глубоким заложением не только новые линии, но и соорудить арбатский радиус, можно сказать, заново, на большой глубине на замену существующему мелкому. Строительство было завершено к 1953 году. К западу от станции Площадь Революции была сделана камера съездов, с помощью которой поезда могли пойти теперь не только к Александровскому саду, но и к новой глубокой станции Арбатская. Только туда они и стали ходить, а станции Александровский сад, как и мелкие Арбатская, Смоленская и Киевская, закрылись. И открылись только спустя 5 лет, 7 ноября 1958 года, уже в составе Филевской линии. И станция Александровский сад, тогда Калининская, именно в этот день и стала конечной. Все дальнейшие попытки изменить статус этой станции были только теоретическими. Поворот на юг и соединение с Калининской линией с переходом на глубокое заложение невозможен чисто технически, учитывая расположение станции Третьяковская и тупиков за ней. Строительство туннелей прямо под Кремль – это что-то из области фантастики. Даже на Марсе метро построить это, наверное, реальней. Поэтому оставался единственный вариант – возобновить движение до площади революции. Пускай там радиус поворота довольно мал по современным нормам, а уклон, наоборот, слишком большой. Но все же ходили там раньше поезда с пассажирами, и проблем не возникало. Однако делать вилочное движение от площади революции никто не хотел. Оно привело бы к большим интервалам между поездами и к нестабильной работе линии. Поэтому незадолго до развала Советского Союза существовали планы как раз глубокую Арбатскую соединить с Третьяковской, и тогда бы возникла Филевская-Покровская и Арбатско-Калининская линии. Но этим планам не суждено было стать реальностью по разным причинам, в том числе из-за боязни перегрузить и так уже сильно загруженный пересадочный узел Абба из четырех станций. И теперь, когда, по крайней мере, на словах власти не отказываются от хорошо проработанного проекта соединения Калининской линии с Солнцевской, о тех старых планах можно вообще забыть. Есть, однако, вариант, который я несколько лет назад предлагал в своем проекте «Метро. Будущее». Недавно что-то подобное предложил Лоудер в своем блоге. Ссылка будет в описании. Идея в том, чтобы перестроить соединительную ветвь от Александровского сада к станции Площадь Революции. Сначала она двухпутная, с резким поворотом, а потом разделяется на два туннеля и спускается вниз. И вот, если от точки раздвоения туннелей продолжит поворот чуть дальше, вправо, но оставаясь почти на той же высоте, то можно в итоге оказаться южнее станции Площадь Революции и одновременно чуть выше ее, скажем, на глубине 30 метров, а не 34, как у Площади Революции. При этом может даже сохраниться одна из двух служебных ветвей, левая. Такую стройку можно провести из шахт номер 66 и 68, оставшихся от строительства замоскворецкой линии, они используются сейчас как вентиляционные. И так как сейчас эти служебные ветви только иногда используются для перегонки составов из депо Измайлова, закрыть их на время строительства можно будет без особых проблем. Посмотрим теперь на это место в трехмерной схеме, которая представлена в лекции Дмитрия Юркова о рассекреченных бункерах и других подземных сооружениях центра Москвы. Ссылка опять же будет в описании. Здесь соединительная ветвь от Александровского сада очень хорошо видна. И вот как раз где-то под углом, собственно, Александровского сада, недалеко от здания исторического музея, я и предлагаю начать строительство двух новых тоннелей от этой соединительной ветви. И поверх рисунка я показал, где между этих двух новых тоннелей могла бы быть построена станция Филевской линии с условным названием, скажем, Красная площадь. Чуть восточнее существующей станции Площадь Революции и южнее ее, чтобы строительство не было бы слишком близко к перегонам за Москворецкой линией. Пересадку с этой новой станции я предлагаю соединить с обоими ходками пересадок между станцией Площадь Революции и Театральной. Так, например, из середины зала новой станции можно будет спуститься вниз, пройти по коридору и оказаться под центральным залом Площади Революции. Но большинству пассажиров нужно будет не туда, а дальше по существующей галереи, чтобы сесть на поезд за Москворецкой линией на станции Театральная. А обратно с Театральной они пойдут по существующему, также одностороннему переходу к Площади Революции, но не будут спускаться в торец этой станции, а наоборот пройдут по новому коридору уже над одним из тоннелей Арбатско-Покровской линии и поднимутся по лестнице в западный торец новой станции. Что же касается собственного выхода станции Красная Площадь, его может сначала и вообще не быть. При желании его можно построить на месте бывших теплых торговых рядов у Богоявленского переулка, как показано на схеме. Правда, там вроде как планируется суперэлитный жилой комплекс. В любом случае, при желании, место для строительства выхода, думаю, во дворах найти можно. У Лоудера в блоге вариант похожий, тоже с переделкой соединительной ветви, только станции с пересадкой на Театральную у него нет. Я же считаю, что без пересадки на Замоскворецкую линию проект не стоит свеч и, более того, может привести к перегрузке пересадки на Александровском саду. А вот пересадка на станцию Охотный ряд, естественно, не так важна, так как с Сокольнической линии можно перейти на Филевскую из библиотеки Ленина. Вы спросите, что дальше? Дальше продление линии на восток, естественно. И здесь мы с Лоудером опять расходимся. Но о том, с каким радиусом должен соединиться Филевский радиус и какие станции в центре Москвы разумно было бы построить на пути к этому соединению, мы поговорим в отдельном видео в ближайшем будущем. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового ролика. С вами был Евгений Матусов. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok